Новогодний марафон Александр Робин И Елена Яковлева, дорогие друзья Это первый выпуск новогоднего марафона Много у нас сегодня запланировано Будут и новогодние интервью, и детские стихи, и песенки И даже ждем и поздравления С таким наступающим Новым Годом от вас, дорогие радиослушатели Ну, конечно, уже можно поздравлять друг друга потихонечку По крайней мере, репетировать точно Нормально, да, репетиция это то, что нам нужно Телефон студии у нас 62 80 30 А также, уважаемые радиослушатели, призываем вас звонить Потому что мы хотим вам подарить перед Новым Годом Что, Саша? Самую настоящую новогоднюю красавицу, друзья Для тех, кто уже еще, точнее, не поставил елку А для тех, кто, может быть, знает, что у него есть еще местечко под елочку Сегодня мы в прямом эфире нашей радиостанции Разыграем настоящую новогоднюю красавицу Елку около двух метров Главный символ наступающего года, Нового года В принципе, этого праздника Есть у нас вопрос для вас, радиослушатели На который, если вы ответите правильно То мы приглашаем вас к нам на территорию ГТРК Псков В Псков нужно приехать за новогоднюю елкой Может быть, вы где-то живете здесь или недалеко в районе Может быть, кто-то из знакомых у вас здесь есть проездом И эту елочку вам заберет Но, другими словами, елку, конечно, отдадим вам за правильный ответ на наш вопрос Просто подвох, я вам скажу так Не простой, а может быть, кто-то знает, кто такой садовод-огородник Поэтому давай зачитывать Итак, дорогие радиослушатели, ответьте нам, пожалуйста Как называется один из видов стрижки елей, который подразумевает под собой срез макушки дерева? Процедура, надо сказать, такая беспощадная Ну, так вот выглядит... Но порой необходимая, да Необходимая Это такой дизайн Потом вот елка растет очень красиво Вариант у нас есть Поэтому вы дозванивайтесь к нам И мы вам, собственно, поможем даже выиграть эту нашу елку Чуть-чуть поможем, да И так, еще раз, как называется один из видов стрижки елей, который подразумевает под собой срез макушки дерева, друзья? Ну что ж, Саша, марафон Впереди у нас до 31 декабря мы будем в прямом эфире Сегодня в прямом эфире А завтра у нас уже пойдут выпуски, выпуски, выпуски Где будет много интервью с нашими гостями, участниками новогоднего марафона Вообще, новогодний марафон проводится уже седьмой раз Елена, давай для тех, кто, может быть, включил впервые, да И такой думает, начинает искать в поисковиках, что же такое новогодний марафон Давай всем расскажем, в чем тут вообще вся фишка Изначально новогодний марафон задумывался как такая благотворительная акция Вообще даже не с этого надо начать Он задумывался как такая просто небольшая рубрика Украшений наших предновогодних эфиров Чтобы вот действительно создать просто людям настроение Поговорить про Новый год, про уходящий год, про зиму Правда, различные такие символы Подвести итоги, построить планы Ну, можно сказать так, серьезные, да Но потом мы как-то решили, что недостаточно нам просто разговоров одних И каких-то настроений Хочется дарить подарки От слов переходить к делу, да? Хочется кого-то радовать Ну, кого мы можем порадовать в этот праздник? Главный праздник для детей И, конечно, мы решили для детей этот марафон, в принципе, и продолжать И продолжать, и продолжать, и продолжаем Мы бы хотели, чтобы дети из детских домов, из приютов нашей области Не остались без новогодних подарков Чтобы Дед Мороз до них добрался И он через участников нашего марафона Гостей нашей студии Передает деткам всем подарки В этом году мы сотрудничаем с Новоржевским приютом И с Островской коррекционной школой С ними мы уже давно знакомы Вот Ну, что сказать о том, что новогодний марафон нашел Дедов Морозов почти для двух десятков детей, друзья Ну да, это очень приятно Кстати, в этом году случилось, ну, такое, надо сказать, неслыханное С ноября мне начали звонить участники прошлого марафона 2019 года И спрашивают, Лена, будет? Ну, пандемия, коронавирус, Лена, ну, будет? Ну, а я сама не знаю, будет, не будет, что с нами будет через неделю Какая будет статистика, как мы будем работать Ну, я решила, что, конечно, будет Ну, куда без праздника? Как мы можем не проводить это мероприятие, да? Нет, конечно, куда без праздника, поэтому марафон стартовал, да? Впереди у нас длинная предновогодняя дистанция, которую, я уверен, что мы вместе Пробежим, выдержим Буквально, да, пробежим вместе с вами Поэтому, дорогие друзья, 62-80-30, также можно звонить, поздравлять друг друга Присоединяйтесь к нам, к нашему утреннему эфиру Да, ну и, конечно же, елочку, елочку выиграть замечательную Напомню вопрос, как называется один из стрижки ели Который подразумевает под собой срез макушки дерева Давай варианты дадим сразу Ну, давай У нас есть три варианта для вас Это орлиное гнездо, беличье дупло или медвежье лапа Вот такие звериные птичьи варианты Один из них верный Угадывайте, пожалуйста Новогодняя елка на елочных базарах и ярмарках стоит достаточно дорого Ехать за ней в лес, искать, рубить, нести, везти Тоже Достаточно сложно, да А здесь нет ничего проще, чем набрать 62, 80, 30 и один из трех вариантов выбрать Шансы равны 33,3% у вас на победу Нас Саша все любит в цифры переводить В цел статистику Чтобы было понятней Ну а сейчас я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике Новогоднее интервью, послушаем, а потом вернемся к нам в эфир Новогоднее интервью Начинаем наше очередное новогоднее интервью И сегодня у нас в гостях председатель армянской правозащитной общественной организации УРАРТУ Член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области Миржан Сергеевич Вермишан Здравствуйте Здравствуйте Миржан Сергеевич, очень приятно вас видеть в нашей студии уже какой год подряд Спасибо, что принимаете в нашем благотворительном проекте участие Вы пришли сегодня к нам в студию с целой горой подарков И очень бы хотела с вами поговорить немножко про уходящий год, про наступающий Говоря, что он был тяжелый 2020-й Но все-таки, да, наш новогодний марафон, он нацелен на какую-то нотку оптимизма, да Позитива Что же было, может быть, радостного в этом году? Если отбросить все печали и невзгоды, да, и поговорить о чем-то приятном Вот какое радостное событие, может быть, личное, маленькое Может быть, какое-то более масштабное Вот в этом году вам хотелось бы вспомнить с улыбкой на лице Да, улыбку можно придумать, но радостное событие тяжело мне вспомнить сразу Я, честно говоря, в этом году, так как все мероприятия ограничены были Даже в этом году мы грандиозную елку нашу много лет проводили Седьмой год в этом году должно было, но тоже отменили Так что я, честно говоря, не могу лукавить и что-то придумать, что что-то для меня радостное было Для меня радостное, когда я приношу радости людям, детям Вот маленький радост, вот то, что вы приглашаете меня, это уже радость даже Для меня большая радость, что угодил я, община наша угодила кому-то, детям И при том ваши дети, это и все-таки из приютов там, детских домов Да, это очень радостно и хочется больше делать То, что мы делаем, это совсем мало, что мы делаем для этих детей Ну, мне кажется, хотя бы раз в году у каждого должно сбываться какое-то его заветное желание Без сомнения У ребенка тем более, Дед Мороз должен услышать, должен исполнить, должен принести А что вы вот обычно загадываете каждый год по двое курантов, и что загадаете в этом году? Ну, я загадываю, чтобы главное здоровье было близким, родным и стране, чтобы хорошо было Если стране будет хорошо, и нам будет хорошо Такое общее желание для всех, да? Да, конечно, а что делать? Если у людей нет улыбки на лицах, это плохо А если люди улыбаются, значит, все хорошо Миржан Сергеевич, Новый год – это такой сказочный праздник, да? И, конечно, в первую очередь Дед Мороз, взрослые стараются угодить, как-то порадовать детей Помните ли вы свой Новый год, когда вы были маленьким, может, в детском саду, в школе? Вот эти вот времена Честно говоря, я не могу помнить это всего так Уже я совсем старый стал, чтобы вспомнить 50 лет назад, что было Но я помню, единственное, что маленький такой Дед Мороз под елкой у нас всегда стоял Не ждали этот день, не знали, что отец обязательно подарки принесет Утром вскакивали и проверяли под елкой, что там лежит Вот это я хорошо помню, вот эта радость прихода Нового года И я помню то, что с утра первого числа мы ходили по всем домам родных с конфетками в кармане Потому что дом заходил, обязательно пару конфеток ты должен положить к ним на стол И мы знали, что там подарки тоже нас ожидают Это была традиция, и очень хорошая традиция Сейчас, конечно, такого нету Это как у нас в России назывался «Коледовая» Коледовая, да, да Такое это у нас, я помню, вот это Все время мы делали, радовались, да Даже уже большими были относительно, там, лет 15 Все равно ходили по гостям, что знали Сейчас конфеты, да Один год мы встречали всегда Брата семья, мама у нас и у него В этом году решили, что мы будем сами по себе Никуда гости не будем ходить Но первый год у нас мать-то осталась здесь Не могли меня отправить из-за пандемии на родину Так что даже вот это очень плохо, что мы не можем даже с матерью Вместе встречать Грустно, вот-вот грустно Ну, давайте вот все-таки найдем в этом какой-то позитив Закончится это все, все равно Ну, без сомнения, все, даже все плохое всегда заканчивается Не говоря о хорошем, да, о хорошем Может, нам потом такое хорошее что-нибудь случится Такой подарок Дед Мороз нам приготовит Кстати, по поводу подарков Вот нами Жаня Сергеевич сегодня принес подарки Как раз для детей А что вы хотели на Новый год в детстве? Вот что, вот ради чего бежали под елочку 1 января? И хорошо себя вели целый год Да, что там было? Вопреки разговорам, что вот в советские времена Все отлично было, детям все хорошо было Ну, немножко я скажу, что не совсем так было, скажем В 60-е годы народ небогато жил Это потом вернулись в 80-е годы, да, 70-е И у меня всегда мечта была иметь велосипед, понимаете? Велики это мечтой, но, честно говоря, это сбилось очень поздно В детстве, да, но эти маленькие велики были Я когда уже постарше были, мне хотели на двух колесах И все таки это считалось, да Таи старленок вот такие вот, да? Да, да Принес Дед Мороз? Или так как-то купил? Нет, потом привезли, да, нет, нет, Дед Мороз не принес Единственное, я помню, что я всегда любил лыжи Кататься на лыжах В те времена у нас на Кавказе очень много снега было Сейчас снега-то не стало, очень много Полметра снега выпадает И я любил, а вот учился, трамплин себе искусственный делал Летал и бух, лыжи сломал Прибегал к даде, он физруком был в школе, дадя лыжи сломал И он мне тихоря лыжи давал Хотя это нельзя было делать и все так Эти лыжи нельзя было прийти в магазин купить У нас дефицит был все А новые лыжи ждала такая же участь, как и предыдущие? Почти так Последние мои лыжи удивительные до сих пор лежат в подвале моего отцовского дома Завязаны, как зимой же, мы летом-то завязывали Колодку какую-то по центру поставили Ждут своего часа, Мир Жан Сергеевич Снега нету, жалко снега нету Уже бы расчехлили давно Да, уже лет 40 почти они такие лежат там Ну что, заключительный такой вопрос нашего новогоднего интервью Сдаем его всем нашим гостям Что бы вы сказали, оказавшись перед Дедом Морозом сейчас прямо? Я сказал бы, Дед Мороз, исполняй все желания наших детишек Это самое важное, чтобы Дед Мороз исполнял желания детишек Если взрослые не будут делать все, чтобы детям хорошо было И чтобы они не понимали, что такая пандемия и прочее Надо исполнять их желания, да Это радость А детям, которые находятся в детских домах Двойне надо делать им Потому что они все-таки обделены вниманием родителей И там, к сожалению, в этом году тоже мы сейчас работаем над тем, что в нашем детским домах Чем-то тоже приют у нас вот на Бате, в детский дом на Максима Горкова Надо что-то о них тоже делать При всех вот у двери поставить подарки, уйти Да, в этом году вообще, да И правда, как Дед Мороз придется Как Дед Мороз, да Все на дистанционке будет, но будет, будут подарки Да, праздник, а праздник кто не отберет, вот так я вам скажу Все равно наступит 12 ночи в 31 Конечно, наступит, конечно, наступит Мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом, Миржан Сергеевич Благодарим вас еще раз за участие в нашем благотворительном марафоне Очень приятно с вами общаться Очень приятно, что каждый год В этом году Миржан Сергеевич мне заранее сказал, что Лена, будет марафон, да? Будет Это малость, что мы можем делать, это очень малость Спасибо вам за все Спасибо большое, да Спасибо за приглашение, мы всегда рады Новогоднее интервью Ну, подарочки от Миржана Сергеевича Вермишана Отправятся Яковлевой Веронике, 5 лет Она хочет у Деда Мороза, говорящую, куклу попросить Балуевой Эльвире, 6 лет Она загадала конструктор собирать, вот что-то будет ребенок И Беляков Владимир, тоже 6 лет, он захотел роботам Вот такие у нас желания новогодние Ну, они исполнятся, это прекрасно и совсем скоро найдут своих благополучателей, говорят 10 подарки нам уже Дед Мороз передал, а мы передадим его уже совсем скоро Да, вам Кстати, по поводу подарков, можно дозваниваться к нам в студию 62830 И если вы знаете правильный ответ на вопрос, как называется один из видов стрижки ели, который подразумевает под собой срез макушки дерева И мы предлагали вам три варианта ответа, это орлиное гнездо, беличье депло, либо же медвежье лапа, друзья Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни стричь ели Вот, может быть, вы на практике, да, знаете, как это делается Может быть, в теории практику Мы, к сожалению, на радио здесь у вас не проверим, в этом ваш, несомненно, плюс Но по теории, конечно, хотелось бы вас немножечко помучить Но не сильно, потому что это Новый год, праздник добрый Это не зачет на экзамене, да, какие-то ответы Всего лишь три варианта ответа Орлиное гнездо, беличье депло, либо же медвежье лапа Мы подскажем, если что Елка уже будет ждать с 10 часов утра, нам сказали Кстати, привезет нам ее главный лесничий Псковского района А передаст нам ее Комитет по природопользованию и экологии Псковской области Кстати, вот этот вопрос у меня родился Заместительный председатель этого комитета Сколесниковым Юрием Евгеньевичем Он вот именно в этой форме стрижет свои елки дома Он говорит, что когда он стрижет эти елки, у него рыдает просто вся семья Когда видит, как это происходит, как это жестоко Но потом-то все обрастается, становится красиво Но зрелище не для слабонервных Да, это как лук почистить тоже, да? Рыдает вся семья Но тем не менее, да? 62-80-30, я еще раз напомню И тогда ждем-ждем-ждем и ваших звонков Давай поговорим про подарки Вот у меня такая есть ценная, неценная, бесценная информация Не знаю, что можно дарить, что нельзя дарить в наступающем году быка в 2021 Так Белый металлический бык Не прихотлив быту в идее вообще во всем своем содержании Он скромен, любит простоту, не будет претендовать на роскошь И ни в коем случае не преподносите в этом году Различные безделушки, какие-то ненужные подарки И сделанные своими руками Вот как ни странно, да? Всякие вот эти открыточки Лучше что-нибудь по сути, по существу Вот не стоит в этот год так же уручать туалетные принадлежности Расчески, шампунь, мыло и духи не надо Вот, как ты считаешь, Саша? Слушай, я, конечно Бык у нас привереда Бык привереда Я, конечно, ну, как бы так сказать Очень редко встречаю, когда там год кого-то наступает, да? И там написано, дарите мыло Дарите там еще что-то Дарите духи То есть, в принципе, мне кажется Не придерживаешься этого Мне кажется, эти списки, которые, да? Вот, что советуют нам подарить, что не советуют Они, возможно, из года в год повторяются Да, надо проверить Проверить, да, это все дело Вот, ну, тем более, ну, сказано, расчески шампуни не дарить Ну, нужно дарить полезные и простые какие-то вещи А что может быть полезней? Расчески шампуни Расчески шампуни, вот здесь Полезнее, смотри, какая-то бытовая техника Органайзеры, блокноты Копилку можно подарить, тоже хорошо Денежки любят считать металлический бык Вот, ну и разные нужные какие-то вещицы для дома и быта Я понял, что общего у меня и металлического быка Копилка? Мы оба любим считать денежки, да И переводить все в таблицу Excel, да, Саша? Все верно, чтобы все было четко Ну, дорогие друзья, в любом случае мы это все говорим к тому Что уже сейчас можно потихонечку озадачиться тем Чтобы начать выбирать подарки для своих родных и близких А не бегать потом с горящими глазами 31 декабря О, это про меня Я вот прям люблю бегать 31 декабря после работы Скупать все подряд, в принципе, это ко мне, да Кстати, у нас есть телефонный звонок Наталья Викторовна Соколова с нами сегодня этим утром Полномочный по правам ребенка Псковской области Наталья Викторовна, здравствуйте Алло, Наталья Викторовна, не слышим мы вас Алло, алло, доброе утро Доброе утро Здравствуйте, здравствуйте Сегодня, в этом году Наталья Викторовна вновь определит победителей конкурса «Голос из-под елки» К нам присылают, вот я для наших радиослушателей рассказываю, кстати, стихи, песенки В этом году, Саш, летят со всей области Порхов, Остров, Себеж От Немского у меня ограничивается Это же прекрасно Да, Наталья Викторовна, вы-то начали уже готовиться к Новому году И готовы ли вы к буквально валу каких-то стихов детских и песен, чтобы это все послушать, посмотреть и решить Да, кто лучше Ну, я как человек советской закалки скажу, всегда готова Правильно Потому, чтобы послушать интересное детское творчество По поводу первого вопроса, да, мы традиционно после дня зимнего Николы, Николая Чудотворца дома ставили елку Я очень рада, что моя дочь-студентка приехала из Питера домой Уже все, закончилось обучение, да, у меня? Ну, она у них смарт-то дистанционный идет Она все равно находилась у себя по месту учебы А сейчас вот приехала домой сдавать экзамены И мы украсили елку Живую, искусственную? Как у вас? У нас искусственная елка И потом, попозже, мы еще привозим домой живые какие-то веточки Чтобы хотя бы аромат немножко создавал еще больше настроения Какие у вас традиции новогодние и предновогодние, Наталья Викторовна? Есть какие-то? Ну, это, конечно, новогодняя суета, поиск подарков Обсуждение блюд, какие будут приготовлены Договоренности с друзьями Заскочить в соседнюю квартиру или соседний дом Чтобы поздравить детей Там неожиданно, может быть, в костюме Деда Мороза Потому что вот этот год, он такой у нас Не совсем традиционный В нашем понимании Особенно отмечания Нового года Мы все-таки ждали, что удастся справиться с пандемией И, возможно, сохраним мы наш формат Елки, утренники, праздники И поэтому, конечно, все будет, я так понимаю, достаточно урезано и ограничено Поэтому при соблюдении необходимых эпидемиологических требований Возможно и будет какая-то возможность прийти и поздравить все равно детей Наталья Викторовна, мне кажется, в этом году даже дети понимают Что ручки надо мыть, маски носить Елки надо как-то по возможности Ну, не то, чтобы отменить Ну, обычно же у детей не одна елка, а то 2, 3, 4, 5 Ну, пусть в этом году будет, например, одна какая-то скромная елка Утренник в детском садике, в своей группе, с воспитателем только Ну, Леночка, ведь Новый год это такой праздник Которого ждут не только дети, но и взрослые Это праздник, когда мы ждем чудес, волшебства И готовимся, да, и стихи Это правда Поэтому я вот пользуясь случаем Хочу поблагодарить Радио России За объявленную акцию, конкурс Которую мы сейчас проводим Которую ты начала говорить Голос из-под елки И пусть у нас не будет у детей возможности Может быть, под центральной елкой Прочитать стихотворение Но мы обязательно каждое выслушаем Каждую песенку подпоем И обязательно всех отметим Какими-то сувенирами, призами Потому что это очень важно Рассказать стихотворение Деду Морозу И получить от него под елку подарок на Новый год Наталья Викторовна, а вот вы в детстве Читали стихи Дедушки Морозу? На табуреточку становились? Что читали? И на табуреточку, и просто под елочкой В костюме снежинки, лисички и так далее Все читали, все, что было в то время Кстати, мы вот сейчас смотрели стихи С друзьями для детей, для маленьких Современные и несколько шокированы Современным творчеством Потому что, мне кажется, раньше как-то стихи Были более насыщенные смыслом, добротой А не просто рихмоплевством Хотя есть и современные прекрасные детские авторы Которые пишут хорошие стихи В общем, другими словами Дадим совет родителям, прежде чем заставить И попросить ребенка выучить стих Надо сначала самим понять О чем он? Анализ сделать Наталья Викторовна И помочь ребенку вместе с ним прочитать Потому что совместное творчество Это залог крепкой семьи Это точно Безусловно Наталья Викторовна Мы, наверное, прощаемся с вами в эфире Но вы, пожалуйста, нас продолжайте слушать Потому что сейчас как раз-таки будут читать Первые стихи Первые наши участники Это нашей такой рубрике Голос из-под елки Мы с вами Я очень рада, что наша география расширилась Я рада, что районы подключились К нашему конкурсу И будем слушать всех детей Наталья Викторовна Скажу по секрету Уже около 40 у нас стихов 40 Значит, надо традиционным 100% делать Да, да, да Но конкурс у нас уже завершился Приемом заявок Это я расскажу для наших радиослушателей Теперь мы будем все слушать Смотреть Все вместе Все Наталья Викторовна Благодарю вас за утренний разговор До свидания До свидания Ну что, Саша Первые стихи С удовольствием И первые у нас читает Полина Ей 5 лет Она очень любит рисовать Строить города Вместе с папой И с конструктором Лепить снеговика И вот она тоже про снег Выбрала стихотворение Веры Полосковой Запоздалый снег Давайте послушаем Голос из-под елки Мы с мамой стояли И тихо смотрели Как снег опоздал Из-за пары в апреля Папа сказал А снега На этом с риском А снег был позорен Поспал с им мальчистком Волосился класс В середине урока И вот экзурлят Возмущенно и строго А ем так перед лицом Будто все нипочем Глядя на ботинки Поворотик причем А снег все летел Там пивен скрывается Да, снег тихонько сказал Оставайся А маме зиме И слугам И сразу Мы так уже быть Ничего не расскажем Вот такое у нас стихотворение Ничего не расскажем И маме зиме Прозапоздалый снег Саша, опаздывай Снег тоже в этом году Где он вообще? Дедушка Мороз Подсыпь нам снежка, пожалуйста Да, снежка подсыпать бы не мешало Укутай наши елки Новогодние в лесу Кстати, по поводу елок Напоминаем Елки же бывают не только в лесу А здесь у нас На Гатаркопсков На Радио России Тоже есть елка Которую мы с удовольствием Отдадим в добрые руки Как говорится Да, и вопрос предельно простой Как называется Один из видов стрижки ели Который подразумевает Под собой срез макушки дерева Рыное гнездо Беличи дупло Медвежья лапа 62-80-30 Телефон нашего прямого эфира Поэтому звоните И выигрывайте Новогоднюю елку Ну, а мы слушаем Следующий стих Его читает Совершенно юный чтец Даниил Гусев Ему три годика И послушаем Что Данечка Приготовил для Деда Мороза Елочка, елочка Вот она какая Стойная Красивая Блякая Большая Ну, такой совершенно Маленький стишок Но человек очень трудился Готовился Это видно Лен, стишок может быть и маленький Но эмоции от него Остаются точно Очень и очень большие Мы сразу как-то так Воспрянули Сразу Перестали горбиться Стали с надеждой Смотреть вперед Вот Действительно Таким детским голосом Добавляет новогоднее настроение Ну, а у нас Насколько я понимаю Есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Светлана Я из острова Светлана Светлана, а елочку Вы в Пскове сможете забрать? Конечно Сын заберет Хорошо Тогда отгадывайте Как же у нас называется? А вдруг я не отгадаю Орлиное гнездо А почему вы так решили? Поздравляем вас С первой попытки С первого звонка И у нас забирают елку Да, Светлана Спасибо А вы елочки Вот методом Орлиное гнездо Срезали макушки? Я сама не срезала Но сосед срезал Очень жалко елочку Вот, вот Это зрелище я говорила Что такое Плачевно Было жалко Но она красавица Теперь у него зато стоит Все, с Новым Годом вас Светлана, спасибо большое Оставьте телефончик свой За эфиром Еще раз здоровья Спасибо Да, телефончик оставьте за эфиром И мы с вами свяжемся Хорошо Спасибо Ну что Новогодняя красавица От ГТРК Псков Комитета по природопользованию Уезжает в город-остров Да Уедет в город-остров Сын Светланы Пускай забирает Пускай забирает С удовольствием А у нас, кстати, вот еще один есть участник рубрики «Голос из-под елку» Волкова Настя Она нам спела песенку про елочку Послушаем Лису возилась елочка Лису она лосла Зимой и летом стоная Зеленая была Метеля пела песенку Спи елочка пальпай Мого сержком укутывал Сотри, не замензай Мого сержком укутывал Сотри, не замензай Голос из-под елки Ну какие чудесные у нас, Саша, голоса звучат в утреннем эфире Замечательные, да, голоса из-под елки только что мы прослушали Но на самом деле мне кажется, что подобные стихи и песни, которые мы услышали Все-таки взрослым голосом будет звучать совершенно по-другому А ну-ка прочитай Ну если пьян начал читать Елочка там цвела, елочка росла, елочка красивая была Ну что это? Ну так, как-то грустненько Пессимистично, да, уже вот эта тяжесть лет Понимание сложности бытия Оно, конечно же, немножко меняет настроение А дети, это абсолютно чисто кристальное счастье И они, кажется, знают, что у них есть такой интересный взгляд на все вещи Которые вот у взрослых уже такой глаз замылился Мы не видим каких-то таких вещей А вот они все время так подмечают, подчеркивают И это очень интересно Есть чему поучиться Да, и на такие взрослые вещи они иногда отвечают совершенно взрослым языком Не детским, почему бы нет Поэтому мы решили, что сделаем еще одно новогоднее интервью Которое сделало такой наш коллега Игорь Данилов Он заинтересовался, что загадывают на Новый год дети И взял интервью сестер Серафима и Валерии Васильевых Предлагаю послушать Новогоднее интервью Так, Лера, Сима, у нас осталось всего несколько дней до Нового года Он уже практически на носу Вы написали письмо Деду Морозу? Пока нет Я еще не написала Ну вообще, как считаете, кому Дед Мороз приносит подарки? Детям Только детям? И взрослым Детям всем или тем, которые хорошо себя вели? Тем, которые хорошо себя вели А вы себя в этом году хорошо вели? Да Лера, а ты? Не знаю Ну что хорошего вы сделали в этом году, расскажите Помогали маме Так Ну хорошие оценки в школе получала? Да Ну это же хорошо Маме помогала? Чем помогала? Ну что-то по дому, наверное, делали? Присустили к кухню, коридор, мыли посуду и все прочее Ну так это много дел Это я иногда за год столько не успеваю сделать, сколько вы смогли вдвоем А, кстати, плохое что-то было у вас? Ну у меня одни двойки по математике Вот это самое плохое, да? Да Может быть у Деда Мороза стоит попросить пятерок по математике? Не знаю А вы хорошими были друзьями в этом году? Да Что бы вы хотели пожелать для своих друзей? Загадать, может быть, какой-то подарок им подарить? Здоровье А то сейчас это коронавирус Ударил, да? Да Лера, вот что бы ты хотела пожелать для своих друзей? Подарить, может быть, им? Ну можно ничего не дарить, ничего страшного Им, Дедушка Мороз, они сами напишут песню? Нет, коронавирус Чтобы они получали пятерки О, хорошие оценки Вот это хорошо, успеваемость в школе это всегда самое главное А вот как вы считаете, можно ли как-нибудь... Ну, мы с вами выяснили, что Дед Мороз приносит подарки только хорошим детям А бывает, что делают что-то плохое Вот можно ли плохое превратить в хорошее? Можно, если делать хорошие дела и не делать плохого Как Дед Мороз, он же один Как он успевает всем детям принести подарки? Он летает на санках по небу На каких санках? Болшебных С овеньями Слушайте, это интересная теория Вы просто никогда вы видели когда-нибудь, как Дед Мороз? Нет Вот как он это делает? Он невидимый, прокорадывается в комнату и кладет подарки под елку А вы когда-нибудь пытались следить за ним? Я пыталась не спать ночью, но пока его и не увидела Вот есть у нас Дед Мороз, а вы знаете, что на другом конце... Да, в Америке, кстати, Санта-Клаус А вы как думаете, Дед Мороз и Санта-Клаус, они вообще-то... Нет, они не друзья Почему? Потому что Дед Мороз, он с посохом Он в красивом длинном пальто Или синим, или красным А Санта-Клаус, он в штанах каких-то И еще в теплой шубе То есть он не похож на Деда Мороза? Не похож Не похож Если вы на улице встретите и Санта-Клауса, и Деда Мороза Вы прям сразу отличите, кто из них кто Да Да? Ну, это надо проверить А вот у Санта-Клауса, у нас есть Снегурочка Да Снегурочка Деда Мороза, а у Санта-Клауса кто есть? Не знаю Одинокий человек, да? Грустный? Да Все, Санта-Клаус Это в Америке все А мы и в Америке Многие взрослые, они говорят, что им нужно новогоднее настроение Вот вы себе как-нибудь создаёте новогоднее настроение? Да Наряжаем ёлку, наводим в комнате порядок, чтобы Дед Мороз принёс потарки А новогодние фильмы смотрите? Мы смотрели Снеговик почиталимым Почитовик, Снеговик почитовик Снеговик, Почитовик, это мультфильм какой-то? А мы ещё смотрели клип перед Новым Годом Какой клип? Смотрели концерт Little Big Новогодний? Да Ой, это интересно, я себе запишу А вообще какие-нибудь ещё мультики или фильмы нравятся новогодние? У меня есть Шелкунчика, Машина и Король Да, Шелкунчика, Машина и Король Вот мне тоже этот мультфильм Ещё там есть мультфильм и там есть ещё фильм Там игрушки оживают, только там он подлиннее, а там мультфильм это короткий Там ещё какой-то мультик «Школа для снеговиков» был Да, «Школа для снеговиков» такой мультик есть Вот, слушайте, я всё это запишу и обязательно посмотрю Вы сами, кстати, ёлку до дома нарядили? Ну, пока нет, но он сказал, что на входных, а там у нас были в комнате в порядке А, так вы ещё, значит, не до конца себя хорошо поняли в этом году Осталось сделать последнее маленькое хорошее дело – это убраться в комнате Да А вы уже думали, что будет на вашей ёлке? Какие игрушки? Можно звезду у нас есть, большая красная звезда с блёстками А я какую-то звезду делала на бисероплетение, мне давали Там на бисере? Там берешь проволоку, потом там надо бисер, это такие вот маленькие кругляшки И их надо насаживать на проволоку, потом заправлять Ой, я хочу записаться к вам на мастер-класс, можно? А там кружок есть А, ну в кружок меня возьмут заниматься? Не знаю Я думаю, что вряд ли Вот 2020 год – это у нас 12 месяцев, он был долгий, длинный Как считаете, это был хороший год или нет? Хороший Почему? Потому что… Ну, просто хороший год В осень были красивые листья, много всякого, много красивых листьев Летом были хорошие зелёные листья Этот Новый год, потому что бы ещё был весёлый и волшебный Вот, и посмотрим, я надеюсь, что Новый год, который придёт, будет такой же Да Ну и в конце скажите, что бы вы хотели попросить для всех-всех-всех людей, которые нас сейчас слушают И ваших друзей, и не только друзей Хорошего Нового года И много подарков Отлично Новогоднее интервью Много-много подарков мы желаем Лере Симе Васильевым А Игорю Данилову мы желаем новое хобби Пускай отправляется на бисероплетение, пускай сплетёт нам звезду красивую на ёлку на наш родину Правда, Саша? Ну, пускай сначала и себе что-нибудь сплетёт, да? Фенички Да, потом, если будет получаться, то, скажем, да, тогда уже можно и нам что-то сплести Да Интересно было, если девочки заметили, что Дед Мороз и Санта-Класс не друзья А почему они не дружат, интересно? Ну вот не знаю Океан их разделяют, вот поэтому, наверное, только Правда? Мне кажется, что волшебство, оно на всей планете одинаковое Такое умозаключение от Александра Робина Да И то, что не дружат, ну, год непростой Непростой Поэтому, возможно, они немножечко, ну... А сейчас очень сложно дружить, ты понимаешь? Очень сложно считывать эмоции, когда у тебя маска на лице, улыбаешься, ты не улыбаешься, глаза у тебя о чём-то говорят или нет, как бы не просекаешь эту эмоцию, да? И дружить становится сложнее, правда? Но, допустим, допустим Я как бы, ну, сейчас попал Пускай подружатся Дед Мороз и Санта-Клаус в следующем году Ну, что для этого мы можем сделать? Коронавирус закончить Всё, если от меня что-то зависит, то я заканчиваю Вселенная, ты слышишь, пожалуйста, заканчивай Мы уже поняли, мы все уроки усвоили Руки моем, да? Да, маски носим Руки моем, маски носим В принципе, я думаю, что в новом году Всё будет получше, потому что Практически все загадывают желание Закончить пандемию И, мне кажется, такого количества Обращений и просьб О конце вот этого всего Чтобы всё закончилось, как прежде, в новогоднюю ночь Просто зашкалит Одно большое желание такое будет над планетой Ух, и всё, да? Да, да Кстати, просят об этом и дети, и взрослые Потому что Дети тоже, конечно, просят подарков Но, мне кажется, они говорят ещё вот о том, как Лера Симовит Что коронавирус Вот и это нельзя, и это нельзя И говорят о том, что всё, закончись, пожалуйста Ну, как-то мы много слишком говорим о заморской хворе, правда, Саша? Конечно, конечно, надо уже о чём-то нашем поговорить Хорошим, весёлым, интересным Напомню, что сегодня мы разыграли замечательную ёлочку Которая отправилась в остров к Светлане Да Вот Из которой нельзя будет сделать орлиное гнездо Но можно будет просто ей порадоваться И встретить Новый год в её компании Да Друзья, вот посоветуем вам До Нового года остаются у нас ровно 10 дней Да И надо написать, мне кажется, тебе даже выписать Что нужно успеть сделать в эти 10 дней Потому что эти 10 дней будут просто наполнены, насыщены Какой-то такой предновогодней суетой, но приятной И вот чтобы из головы ничего не вылетело, да Составляем план и график План и график, что нужно Да, и стоимость вот этих планов, графиков и подарков Да Чтобы в Новом году не остаться с пустым карманом Кстати, ещё одна новогодняя примета про ёлку Нельзя украшать в этом году, говорят, ёлку красными шариками Как бы бык агрессивный такой вот Вот этот год наступающий быка И лучше какими-нибудь белыми Белыми шариками, да Ещё один лайфхак от нашей радиостанции утренней Друзья, ну если не хотите, чтобы бык сбил вашу ёлку То не украшайте красными шариками, а слушайте хорошую музыку Мелодия этой зимы, наша постоянная рубрика Исполнит нам песню Екатерина Андреева А мы прощаемся с вами, друзья До новых встреч, услышимся уже завтра в утреннем эфире Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»